Я стала руководителем образовательной организации, тогда это был детский сад, в 2008 году, то есть уже 16 лет я руковожу разными образовательными организациями, сейчас я руковожу лицеем уже более двух лет. За эти два года Щелковский лицей номер 7 поднялся в областном рейтинге школ 672 на 112 место. Ксения Игоревна считает, что это не только ее заслуга. Конечно, это системность работы и, конечно же, это команда. Команда лицея и лицей в целом – это очень сильная образовательная организация, здесь действительно очень большие достижения именно педагогического коллектива, достижения детей. У нас ежегодно есть дети, которые сдают на 100 баллов ЕГЭ. Ежегодно ученики лицея становятся призерами и победителями на заключительном этапе Всероссийской Олимпиады школьников, а педагоги добиваются высоких результатов в муниципальных и региональных профессиональных конкурсах. Очень отрадно, что в нашем коллективе очень много талантливых и перспективных педагогов. Ежегодно наши педагоги, наши дети получают гранты главы городского округа Щелкова Андрея Алексеевича Булгакова. Например, в этом учебном году из 50 премий 7 – это педагоги лицея. У нас и дошкольное отделение, наш воспитатель получил гранты, начальная школа и учителя-предметники. При этом в лицее много молодых специалистов. К нам приходят ежегодно молодые педагоги. В этом году у нас несколько молодых педагогов пришли в наше образовательное учреждение. Это и учителя начальных классов, логопеды, психолог у нас тоже молодой человек. Конкурс «Лучший по профессии», в котором Ксения Королева принимала участие, учредили в 2015 году по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Он проходит в три этапа – на уровне образовательной организации, муниципалитета и области. Приятно, конечно, что достижения оценили. Достижения оценили не только мои, но и моего коллектива. Я очень горжусь, что я здесь работаю. Для меня лицей – это, помимо рабочего места, это, конечно, душа. Я понимаю, насколько сильные педагоги, насколько слаженный коллектив, насколько он целеустремленный. И для меня это, конечно, большая семья. В лицее Ксения создала музей. Сама искала экспонаты, ездила по блошиным рынкам. Говорит, вложила в него всю душу. В этом году только сделали, сертифицировали школьный музей. Он был виртуальный. Сейчас музей такой советского школьника. Посмотрите, вот туши, черновидицы. Вот эти вещи вообще люди отдавали с таким удовольствием, с такой теплотой и так радовались, что это будет сохранено. В учебном заведении также есть парта героя, участника СВО Егора Комарова. Лицей поддерживает связь с его семьей. Вот он Егор, его орден мужества. Вот у меня доска почетная, напарковая. Ксения Игоревна запустила крупные проекты Министерства образования Московской области. Школа полного дня, умные каникулы, открытая IT. В лицее организованы медицинские и предпринимательские классы. В чем же секрет ее успеха? Системно подходить к каждому вопросу и к каждому показателю мы относимся внимательно. Конечно, здесь очень важна работа администрации, команды в целом, команды образовательной организации. Мы разбираем задачи, и каждый ведет свое направление, ну и, соответственно, друг другу помогаем, подхватываем. Тут даже, не знаю, нет универсального же рецепта. Важно, чтобы у всех было понимание, для чего нам это нужно, как нам нужно. И должно быть стремление. По словам Ксении Игоревны, в каждом достижении важна поддержка команды. Это комитет по образованию, администрация городского округа в целом. Ведь в команде побеждать легче. Анна Наприенко, Сергей Василевский, Щелковское телевидение. Спасибо.